Спасибо. 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 Вот этот давайте вынимайте всегда, потому что он мешает. А этот стоит... Да, 19-18. В прошлый раз мы с вами прочли из книги «Исход» об установлении Пасхи. Я напоминаю тем, кто сюда редко попадает, что мы сейчас не читаем, собственно, а повторяем пятикнижие Моисеева Тору. Читаем ее очень выборочно, потому что мы ее там несколько лет назад, уже не помню сколько, читали детально в каждое слово. А сейчас читаем избранные места, так сказать. В прошлый раз мы читали 12-13 главу книги «Исход» об установлении Пасхи. Я не буду повторять все то, что говорил в прошлый раз, поскольку, естественно, это было подробно. Но все-таки хочу просто напомнить основные вот такие ключевые моменты. Первое то, что вы уже много раз слышали, конечно, повторю это еще раз, что Пасха, вот это освобождение из рабства египетского в Ветхом Завете, есть прообраз Пасхи Новозаветной освобождения всего человечества из рабства. Ну, вот иногда говорят, из рабства греху, я сказал бы, сильнее, из рабства дьяволу, которому мы все пребываем, который есть самозваный князь этого мира, созданного отнюдь не имени для него, породивший его и обративший его в рабство. Что, как сказал апостол Павел, вот это вот состояние рабства мы очень часто ощущаем просто в себе, когда делаем то, о чем сам этот замечательный апостол говорил, хочу делать доброе, творю злое. Чего не хочу, то делаю, чего хочу, то не делаю. Вот это же ясно, что человек в состоянии рабства. Вот эта Пасха египетская, она прообразует и являются условием освобождения человечества, которое принесено в новой Новозаветной Христовой Пасхе. Условием, потому что это не просто знак, это не просто символ, это начало пути. Нужно было все это, нужно было создание еврейского народа, и вот эта его непростая историческая судьба вплоть до Христа, чтобы стало возможным появление Христа, приход его. Иначе никто был бы просто не готов его слышать. А мы знаем, что хотя его и распяли, хотя его отвергали, хотя кричали распни, распни его, но слушали его тоже, нашлись те, кто его слышали. А без того, что было в этой Пасхе, таких людей просто бы не было. Если бы Христос пришел в тогдашний Египет или в тогдашнее, я не знаю, Вавилонское царство, некому было бы его слышать, люди были бы не подготовлены просто. Вот эти трудные и замечательные слова, которые говорил Христос, слышать. Вот это о двух Пасхах. Еще говорил я о том, хочу это напомнить, что с установлением Пасхи неразрывно связано одно ключевое слово – жертва, которое вообще является основой любой религии, начиная с глубокой древности. Это ощущение, что сердце религии – это жертва, оно принимало разные формы, иногда уродливые, я вам говорил, как человеческие жертвоприношения, но кульминацией его вершиной и очищением является понятие жертвы в христианстве, пример, который подан самим Христом. Жертва – это значит не другого человека зарезать в угоду Богу, это не животных приносить на алтаре в угоду Богу, это себя принести, но, конечно, не физически, а духовно. Вот в жертву Богу как? Жертвуя собой ради ближнего своего. Вот этот род самопожертвования, который Христос нам показал в его предельной форме, когда жертвуют собой не ради ближнего, не ради человека, который тебе чем-то нравится, который тебя любит, а ради того, кто кричит тебе распни, распни его. Вот этот пример жертвы как самопожертвования нам показал Христос. Поэтому мы всегда говорим, Пасха, да, она связана с кровью. Кровь как символ вот этого самопожертвования. Оно не обязательно быть вот физическим пролитием крови, но, понимаете, мы когда, каждый из нас, наверное, знает это по своему опыту, когда мы жертвуем чем-то своим ради кого-то другого, особенно когда другой этого не ценит и не хочет, то капля крови нашего сердца такая вот невидимая при этом проливается. Вот напоминая об этой, капелькой напоминаю об этой жертве Христовой. Вот эта жертва, кровь, как символ Пасхи, и элементом вот этой символики кровавой является смерть египетских первенцев в этот день исхода из Египта, является помазание дверей кровью, косяков дверей, тоже как вот символ того, что освобождение из этого рабства это не сладенькое что-то, это кровавое что-то. Оно достигается вот этим. Но не обязательно убить кого-то, не обязательно, чтобы погиб кто-то физически, но духовное освобождение от духовного рабства тоже достигается кровью, вот этой кровью сердца. Не той, которая проливается видимым образом, а та, которая вот невидима, как говорил Гоголь, помните, невидимые миру слезы, вот так же невидимая миру кровь проливается в этой жертве христианской, которую никто не видит, она внутри человека совершается. Вот, ну и последнее, что хотел напомнить о этой символике Пасхи, это то, что она тоже неразрывно связана с двумя соединенными воедино понятиями Агнец и первенец. Агнец, который нам очень о многом напоминает о главном, это о жертве Авраамом, своего драгоценного первенца Исаака, который вот был уже, был готов сыграть роль Агнца и в последний момент был заменен вот этим реальным Агнцем. А главное соединение первенца и Агнца этого в жертве Христа, который уже, в отличие от Исаака, эта жертва дошла до конца. Он был принесен в жертву, но не людьми для Бога, а Богом для людей. И он одновременно есть первенец, вот в каком смысле. Он, конечно, как бы является первенцем Бога, сыном Божиим. И как говорит евангелист Иоанн в своем замечательных первых строках Евангелия, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и это вот начальное Слово – это Христос и есть. В духовном, не в телесном его виде, а в духовном как бы. Это правильно, но еще надо помнить, и может быть важнее даже для нас помнить такую церковную формулировку, которую Церковь очень любит и часто повторяет, что Христос – первенец из мертвых. Это вот почему для нас важно. Потому что Он, вот это Слово, которое вначале было у Бога, ну, мы от этого далеки, мы же не такие, мы очень, как говорится, другой даже природы просто, мы люди, как живые существа. Но то, что Он первенец из мертвых, этим обозначается, что Его воскресение – это прообраз того воскресения, в котором и мы можем быть участниками. То есть первенец – это первенец, но за Ним же могут идти и другие дети. Вот мы эти дети. Как Он воскрес из мертвых физически, так и мы можем воскреснуть из мертвых, если мы верим тому, чему нас учит Евангелие, чему учит Апокалипсис, чему Церковь нас учит. Мы можем воскреснуть из мертвых в этом будущем непонятном нам, непредставимом, когда даже телесный облик земли и неба изменится по воле Божией и будет что-то другое, совсем не то, к чему мы здесь все привыкли. Вот. Но условия этого и шаг к этому воскресению Плотскому – воскресение наше духовное. И мы кладем начало нашему воскресению духовному, становимся на этот путь за Христом к воскресению, вот в этой нашей жизни, идя за Ним. И вот то, что вы здесь сидите, то, что я здесь читаю, это часть нашего, каждого индивидуального, совершенно разного, разных людей, но в одну и ту же точку направленного пути, за Христом, вот туда далеко, за нашим первенцем из мертвых. Ну вот, это было такое как бы напоминание. Теперь давайте мы с вами прочтем тот отрывок книги Исход, который заключает в себе время между вот выходом из Египта и приходом горе Синай. Выход из Египта – это один этап, приход горе Синай – другой, это огромный, очень важный этап, что было на горе Синай. А вот сейчас прочтем, что было между этим, в чем заключено такое важнейшее событие в истории еврейского народа, как переход через Черное море. Черное – это значит красное. Ну, что это Красное море? Это вряд ли вот это современное Красное море. Большая часть историков, комментаторов согласна в том, что это как бы бывшее тогда соединение Красного моря со Средиземным морем в виде такой цепочки озер или каких-то ручьев или речушек, более широких, менее широких, более глубоких, менее глубоких, примерно шедших по тому месту, где сейчас Суэцкий канал. Ну, сейчас этого уже ничего нет, и еще до Суэцкого канала не было, потому что климат менялся, там геологические всякие процессы происходили. А тогда, вот как это считается, это было вот так. Там была эта полоса, которую, ну, она, строго говоря, была не морем, а озером. Напоминаю, вот вышел народ после этой смерти первенцев, первенцев египетских, потрясенный фараот отпустил народ. Потрясенный ненадолго, потому что, как мы читаем в 5 стихе 14 главы книги Исход. «И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? И ожесточил Господь сердце фараона царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокой». Вот обратите внимание, вот Господь, который долго держал свою руку над фараоном и, так сказать, как бы эти чудеса, эти казни египетские совершал, вот он убрал эту руку свою от фараона, и фараон тут же, буквально, вот, как говорится, не прошло и нескольких часов, вернулся в свое исходное состояние. Что это я сделал такое странное? Ну, да, уже трагедия ужасная, умерли первенцы, это все понятно, его собственный первенец умер, как мы читаем, а этих-то я зачем отпустил? Ну-ка, давай их назад. Понимаете, это нам тоже поучение, когда Господь от нас убирает свою руку, мы, которые секунду назад делали все хорошо, правильно, по-божьему, начинаем через секунду все делать по-нашему, по-человеческому, по-земному. Вот это вот такая уж особенность людей. Вот, вот от этого все зависит, вот он держит свою руку над нами или нет. И мы, конечно, мы его просто призывать должны, чтобы он вот нам помогал в том, чтобы мы вообще его слушали и слышали, держав свою руку над нами. А над израильтянами, как мы видим, вот он держит эту высокую руку. Что это означает? Эти израильтяне, я должен вам сказать, которые вышли, это еще и народ, который вот только начал быть народом. Нам, может быть, кажется, вот и многим вообще, я знаю, кажется, что еврейский народ ведет свое начало от Авраама. Ну, это в каком-то смысле так. Но это ведет не народа, я не знаю, как это сказать, этнос, что ли. А вот народ в понимании Господа Бога, тот народ, который получил название евреев или израильтян в истории, он ведет свое начало с этого момента, с выхода из Египта и перехода по пустыне. Вот складывался он в этом процессе. Только тогда эти люди, эти потомки Авраамовы получили вот право называться народом. Почему? Потому что народ — это такая общность людей, которая не просто, ну вот как-то живет друг другу, то помогая, то мешая жить, а которая исполняет какой-то замысел Господень. Он есть об отдельном человеке. И вот о таких больших людских обществах, об народах, он есть замысел тоже. Вот. И вот с этого момента видимым образом просто над евреями начал совершаться этот Господень замысел. И они, в отличие от египтян, в отличие от фараона, они, будучи ничем не лучше так по человеческим понятиям, чем египтяни, ну вы сами понимаете, ну те люди, эти люди, у тех и у этих свои достоинства и недостатки. Но эти, они идут под рукою высокую. Господь держит над ними эту руку. И они хотя кряхтят, ругаются, назад оборачиваются, не пора ли назад поворачивать, все равно идут. Вот. Вот. В этом отличие. Понимаете? Этот народ, он, ну в каком-то смысле, в какой-то мере поневоле, но так не бывает. Господь не тащит человека за уши, все-таки не поневоле. Все-таки, все-таки хотят разойдут, иначе бы не шли. Идет по воле Божией, под рукою высокую. В этом вся разница. Огромная разница. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись. И вот, египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянином? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне. То, о чем я вам говорил. Не успели выйти, уже глядываться назад, а может не стоило выходить. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо Египтян, которых вы видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вот такой Моисей, уверенный в себе, он точно знает, что все хорошо, Господь все устроит. Ага, как бы не так. Это в следующем стихе мы читаем. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Много в этом стихе есть. Моисей, это он народу так говорит, а в глубине души он вопиет Господу в такой отчаянной молитве. Господи, помоги. Ну, потому что легко понять, да, вот его состояние. Вот он этих людей вывел, действительно, они там как-никак худо-бедно жили. А вот уже, вон, размахивая, как говорится, сабельками, несутся египтяне на конях и колесницах. Сейчас всех порубают в капусту. Вот, он это видит, и он виноват. Что он делает в этой ситуации? Он, вот Моисей, он такой, в любой критической ситуации. Он обращается к Богу. И это правильно. Вот как здесь сказано, ему Господь сам говорит, что ты вопиешь. Что эти слова означают? Они означают, что ты боишься. Не надо бояться. Вы идете под рукой высокую. Вы идете путем Господнем. Не в том проблеме, что за вами эти гонятся. Это, как бы, ему Господь говорит, это моя проблема. Это мой замысел. Это я решу. Но вы идите. Скажи сынам израильских, чтобы они шли, потому что Господь людьми не управляет. Если люди не хотят идти, они не идут. И тогда все будет очень плохо. Вот. В этом стихе, в котором можно по-разному поставить ударение. Можно сказать, сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Можно сказать, сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? А можно сказать так, что ты вопиешь ко мне? Вот я это читаю таким образом, с ударением на ко мне. И в следующем, скажи сынам Израилевым. Понимаете? Это разделение. Это большая проблема для нас. Понять, где кончается компетенция Бога, и начинается наша компетенция. Это действительно две сферы разные. Что-то в жизни должен за нас делать Бог, и мы должны ему это отдавать. Потому что мы не можем, это только Он может. А что-то мы должны понять, что наше, что Он отдает нам, чтобы мы это делали. И если мы этого не будем делать, ну, плохо тогда. Потому что мы из-под руки этой высокой выходим тогда, и что будет, этого никто не знает. Мы, по крайней мере, точно не знаем. Вот в маленьком этом стихе вот эта глубокая богословская проблема о разделении компетенции Бога и компетенции людей. Я это сравнил бы так. Вот диалог между Богом и человеком, который постоянно идет и для отдельного человека, и для народов, и для всего человечества. Это именно диалог. Один говорит одно слово, другой слушает и соответственно отвечает. Вот я этот диалог уподобил бы, но это метафора, не примите ее глубже, чем она есть, просто удобная метафора. Я уподобил бы этой диалоге игре в шахматы. Один сделал ход, он ждет ход партнера. И он говорит партнеру, твой ход, ходи. Вот это самое говорит Господь. Сынам Израилем просто дословно. Чтобы они шли. Это как приходишь шахматист, ну что, пошел. Нет, еще думаешь, ну хорошо. Вот, понимаете. Мы иногда в этой ситуации в жизни оказываемся. Это наш ход, и мы этого не понимаем. Он всегда, этот ход, конечно, непростой. Всегда, конечно, нам не хочется не то, что делать эти ходы, которые Господь от нас ждет, а даже думать о них часто, чаще всего не хочется. Ну вот, понимаете, когда попадаешь в эту ситуацию, то вот она такая, как здесь. Сзади фараон, впереди море. Понимаете. Только остается положиться на Бога. И они положились. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. Вот это поучение, оно очень такое необычное, одно и то же, физически одно и то же. Мрак и страх для одних, свет и надежда для других. Так, между прочим, вот вообще сам Господь Бог, Он для кого-то мрак и страх. Но есть такие люди, которые так воспринимают всю религиозную сферу, как что-то очень неприятное и даже страшноватое, чего лучше держаться дальше. Но есть другие, которые воспринимают, как свет, которому не всей душой тянутся. А одно и то же, абсолютно. Вот и здесь вот так, оно явлено просто уже не каким-то примером, а явлено в жизни событием. И вот дальше начинается это событие перехода через море. Я его прочту в сокращенном виде. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушью, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, и египтяне бежали навстречу воде, и так потопил Господь египтен среди моря. Два слова об этом чуде. Как и казнь египетская, это чудо вполне имеет некий физический механизм, как оно могло случиться. Здесь в Библии просто сказано, что вот дул сильный восточный ветер. Оно вроде, ну, нормальное естественное явление, восточный ветер гонит воду, все это правильно. Но только какой он должен быть силой, этот ветер, чтобы вода стала стеной по левую и правую сторону. Есть и другие объяснения. Есть такое объяснение, что там было землетрясение гигантское в это время примерно недалеко, следы которого вроде более-менее находятся. И вот произошел, не исключая, конечно, ветра, который это землетрясение мог сопровождать, произошел какой-то гигантский отлив, как это действительно бывает при вот таких землетрясениях в море. А потом вода назад хлынула, и вот когда был отлив, евреи прошли, и когда вода хлынула, евреи прошли уже, а египтен потопило. Все это может быть. Мы не должны воспринимать это как попытку как-то преуменьшить или нивелировать чудо. Чудо может иметь физический механизм нормальный, как все эти казни египетские. Оно чудо не потому, что оно совершается каким-то способом невиданным доселе и потом, а потому, например, что как это чудо, оно происходит в этот момент, ровно когда нужно. Уже в этом чудо, да? Вот вы себе представьте, вот мы в жизни можем, так сказать, ну бывает такое, значит, мы находим деньги, да? Или нам кто-то деньги дарит или приносит. Вот представьте, отчаянная ситуация, завтра нужно там вот столько-то и нету. И к вам в дверь стучится человек и в той или иной форме эти деньги вам приносит. Вот как это не понять как чудо? Любой человек нормальный это воспринимает как чудо. Это просто, понимаете, это наша душа так устроена. А вроде, ну, что необычного в этом событии? Ну, пришел там, долго дал, или там работу предложил хорошо оплачиваем, или что еще. Я говорю об этом не так, не из потолка. И в моей жизни такие события происходили в жизни многих моих знакомых. Такие вот маленькие чудеса. А здесь большое чудо такого рода произошло в жизни целого народа. Еще хочу сказать вот о чем. Вы себе вообразите эту ситуацию. Евреи идут, себя вообразите. Сзади фараон, но это еще полбеды, тут уже не до фараона. Идешь посреди моря, увязая ногами в этом мокром песке, и вода у тебя там вот с левой стороны до небес, и с правой стороны до небес, и в любую секунду она раз, ты же это понимаешь, раз хлынет и тебя утопит. Вот. Каково ощущение, какой страх идти среди этого? О чем это напоминает? Мне очень напоминает это хождение по морю Акипосуху, другое хождение по морю Акипосуху, которое описано вот как хождение Иисуса Христа по водам в Евангелии. Если вы помните, там Христос вот, ну, не по раступившейся воде, а просто по воде ходит. Но важно то, что Петр тоже хочет так ходить. Он понимает для себя, что это можно, что вот оно, чудо перед тобой, перед глазами, исходит и идет действительно по воде, и вдруг, испугавшись ветра, бури и так далее, начинает утопать. И Христос протягивает ему руку, поднимает его из воды, и что говорит? Что же ты ему, говорит, усомнился маловерный? Понимаете, вот это тоже для нас поучение. Бывают в нашей жизни такие ситуации, когда действительно слева там вот одна, фигурально выражаясь, стена угроз, справа другая стена угроз. Вот давайте об этом вспоминать, что Господь провел свой народ вот так между этими двумя стенами по морю. И Христа вспоминать, который сказал Петру, что нужно от людей в этот момент. Не сомневаться, идти, просто идти вперед туда, как Господь ведет. Да, в этой грозной, рискованной, страшной ситуации идти вперед. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтями, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Это я хочу сказать, ну, вроде как кажется, так оно мелковато. Ну, а не, во-первых, написано, что не поверили-то еще и раньше, иначе чего бы они из Египта вышли. Но тут за этим другое стоит. Все поколения евреев и до Христа, и после, как главное событие в истории своего народа, помнили это – переход через море. Вот если спросить какого-нибудь еврея, там, времен царя Давида, или времен Иисуса Христа, или средневекового какого-нибудь еврея, который получил такое, знаете, вот еврейское, религиозное настоящее воспитание, какое главное событие в истории народа? Вот первый ответ, назовите поэта Пушкин, так они бы ответили. Первое – переход через море. Вот. Так оно запомнилось. Потому что и это, знаете, в нашей жизни есть события, которые формируют всю нашу психику. Как печати надо наслажаться. И так до самой смерти мы живем как бы вот с этой печатью на своей душе. Хорошая бывает и трагическая. А вот так же этот переход через море положил печать на народную душу. И народ как-то вот, вот он при всем своем иногда безбожии, при всем своем непокорстве, народ как-то вот глубоко в своей душе еврейской ощутил, поверил, проникся этим, что Господь ведет. И через море тоже ведет, сохраняя. И вот поэтому, несмотря на все несчастья, которые еврейский народ постигали на протяжении его истории, народ от Бога своего не отрекся никогда. Вот. Мне кажется, вот из-за этого в том числе, что вот была эта печать веры, положенная на народе. И вот эта песня, которую воспел народ, тут сказано «И сыны Израилевы воспели Господу песню сию и говорили». Песня замечательная, только длинная, поэтому не буду всю ее читать. Прочту из нее несколько стихов. «Поет народ израильский своему Богу. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен святостью, да стащим хвалами творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля, ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей». Вот эти слова «в жилище святыни твоей». Куда это? В землю обетованную? Ну, они пришли. Что это? Гористая местность, которую надо обрабатывать в поте лица своего. Какое же это жилище святыни твоей? Потому что это провозвестие другой земли обетованной, куда ведет нас Христос. Вот то действительно жилище святыни его. Еще хочу сказать об этих стихах. Это хвала Господу для тех, кто читает Библию, по своей форме совершенно привычно. У Давида большая часть псалмов, вот так примерно составлена в этой интонации. Но это написано за 250 лет примерно до Давида, если не больше. Понимаете? Это первая точка, когда народ начинает петь хвалу Господу вот этим тоном, этой мелодией, если так можно выразить. Это ее начало. Раньше, вот если пересмотрите внимательно книгу Бытия, книгу Исход, вот таких песен хвалы нет. С этого момента, с перехода через море, начинается этот никогда не кончившийся, и сейчас, и мы здесь поем. Эти же самые песни хвалы, наследники той песни, которая вот здесь была спета после перехода через море. И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, потому что она была горька. А почему и наречено тому месту имя Мера, то есть горькое? И возроптал народно Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, опять возопил. И Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Вот об этой Мере или Мере и Мериве в двух местах написано, и вокруг нее это целый разговор. Я потом вам расскажу просто, что вокруг этой Меры и Меривы. Она связана как бы с судьбой Моисея в Библии. Но я хочу сказать, вот эта Мера горькая, вы понимаете, вот путь Господень, он же не сладок. Они же 40 лет ходили по пустыне, ну если даже не 40, вот они к этому моменту уже несколько дней идут по пустыне. Потом еще добрый месяц до Синая. Это все не сладкий путь. То он просто, в буквальном смысле этого слова, вода плохая, пища, так сказать, там, ну не знаю, может быть, животные, которые не с собой гонят. Ну и так далее. Идти по пустыне, вы же понимаете сами. Это удовольствие, как говорится, гораздо ниже среднего. И вот что мне напоминает это? Путь Господень горек. Он для нас, для каждого из нас, путь Господень в нашей жизни может быть горек. И вот когда Моисей здесь бросил в эту горькую воду дерево, оно сделалось сладкую, это мне напоминает то, что говорит сам Христос о пути Господнем, о пути, который Он показывает своим ученикам. Иго моё благо, и бремя моё легко. И к этому можно метафорически совершенно просто добавить. И путь мой горек, но я его вам сделаю сладким. Это, конечно, парадокс. Но без парадокса христианства вообще нет. Вот таков путь Господень. Моисей это просто здесь показывает. Он делает, как бы от Господа, естественно, его руками делается эта горькая вода сладкая. Так Господь наш горький путь по жизни христианина, да, он трудный, хотя поэтому уже горький, делает сладким. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом. Ну, значит, понятно, там воды не было, тут теперь пищи не хватает. И сказал Господь Моисею, вот, я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Речь, конечно, об этом хлебе, который падает с неба, это речь о мане небесной, которую вы слышали. Я хочу сказать, это манна небесная, это есть некий вид хлеба насущного. Сегодня мы, освящая хлеб с вами, будем читать молитву о хлебе насущном. Этот хлеб насущный мы поминаем в молитве Господней, которую Христос нам заповедовал. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И этот хлеб насущный имеет два смысла. Первый – это хлеб обычный, которого мы едим, потому что мы же не можем, вот, кто попадал в эти ситуации, когда нечего есть, я думаю, вот, кто по возрасту еще пережил войну, тот, наверное, это помнит. Войну, послевоенные годы, каково это, когда нечего есть. То есть нам это нужно, он насущный, этот хлеб, тут никто не спорит, и мы Господа о нем можем и должны просить, это правильно все. Но этим не исчерпывается хлеб насущный, не хлебом единым жив человек, не хлебом единым земным, еще жив хлебом небесным, о котором сам Христос говорил, я есть этот хлеб небесный. Хлеб наш насущный – это он тоже. И когда мы говорим хлеб насущный, мы имеем в виду и то, и то, и земной, и небесный. И само это слово по-гречески «эпиусиос», оно может толковаться в этих двух смыслах. Хлеб на каждый день, и хлеб там вот надсущный, не насущный, а надсущный, находящийся над этой нашей материальной плоскостью жизни. И вот манна. А манна – это тоже хлеб. Это хлеб, который где-то посередине, между хлебом земным и хлебом небесным, хлебом духовным. Да, он хлеб для питания, он в этом смысле земной, насущный, и при этом он падает с неба. Есть в Евангелии от Иоанна замечательное место, когда Христу его слушатели, критически настроенные, говорят, ну что это за чудеса, которые ты творишь? Вот Моисей, да, он чудо сделал, манну с небес низвел. А Христос им объясняет на это. Это манна. Это как бы еще не чудо, а получудо. И так оно и есть, потому что это хлеб не чисто духовный, а вот такой, земной, нападающий с небес. А я, стоящий перед вами, вот я есть истинный хлеб, я это чудо есть, говорит им Христос. Ну и они, конечно, этого не понимают, как водится. Вот это несколько слов о манне. Дальше. «И сказали Моисей и Арон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, вечером это когда манна упадет, и утром увидите славу Господнюю, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что вы ропщите на нас?» Вот это «мы что такое» – это же не отмазка. Они не говорят, ну мы не виноваты, это начальник виноват, который на небесах. Он вот вам не дал пищи. Нет, совсем не это. Это просто трезвый взгляд на вещи, что просто вот это вот бессмысленно тыкать пальцами в их вождей, как они это делали, и говорить о том, что они туда ведут или не туда ведут, потому что ведут не они, ведет Господь. И те, кто ропщут, должны ясно понимать, на кого они ропщут. На людей? На людей роптать не грех. Или на Бога? В данном случае они говорят «на Бога», потому что Он вывел вас из Египта. «И Моисей сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надо б на печь – пеките, и что надо б на варить – варите сегодня, а что останется – отложите и сберегите до утра. Шесть дней собирайте манну, а в седьмой день – суббота. Не будет манны в этот день». Вот это место, которое мы читаем, связанное с манной, это установление субботы. Суббота, обрезание, переход через море – это несколько фундаментальных элементов, которые образует еврейский народ. Вот я говорил вам, что в этом процессе Господь дает несколько таких установлений народу, которые вот делают из сборища людей, ну пусть даже потомков Авраама, Исаака и Иакова, все равно еще не народ, делают его народным Господним. Обрезание у них уже есть. Вот он здесь дает им следующий элемент – это суббота. Вот без субботы нет еврейского народа. И дальше на горе Синаи он даст им еще одно такое фундаментальное установление – тора закон. Без закона этого тоже нет еврейского народа. Вот народ, Господь лепит свой народ этими вещами по пути. И вот 40 лет у него ушло на то, чтобы народ слепить. Читаем дальше. Опять мы видим, так сказать, ну просто повторяется раз за разом. «И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждую нас и детей наших, и стада нашей? Моисей возобил Господу третий раз и сказал, что мне делать с народом с ним? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди, вот, я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее войда, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива, искушение и укорение, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Этот удар в скалу, из которой потекла вода, это есть символ просто на все времена, повторенный с тех пор огромное количество раз в литературе религиозной, нерелигиозной и так далее. Хотел бы его связать, сблизить вот с чем. Из Нового Завета. Этот ветхозаветный элемент хотел бы сблизить с Новозаветным. Христос, как мы читаем в Евангелии Иоанна, в великий день праздника Кущей, когда совершается обряд там с водой определенный, Он стоит и говорит им, кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Я вот сблизил бы это. Вера – это тот посох, которым Господь ударяет в камень человеческой души, жесткую человеческую душу, в пустыне человеческой жизни. Это тоже многие из нас, наверное, вот так свою жизнь ощущали в определенные ее периоды, как пустыню. И из этой самой вроде бы сухой, жесткой, каменистой души под ударом веры брызгает вода духа и течет реками воды живой. Таково происхождение, между прочим, многих людей, на которых мы сейчас смотрим снизу вверх, как на светочьи религии, как будто они такими родились. А они, может быть, такими и не родились, просто в них Господь ударил своим посохом. Недавно совсем, вот мы читали, там я докладывал, это в другом месте, о митрополите Антонии Сурожском, замечательном православном таком, ну, он не святой, но праведник, можно так сказать, нашего времени. Он так пришел к Богу. За пять минут Господь в его жесткую, ожесточенную жизнью душу ударил своим посохом. И такой поток воды живой брызнул с души митрополита Антония, что он тысячи людей без всякого преувеличения этим потоком напоил за свою жизнь. Вот такой вот, об этой скале и об этом потоке. Ну и, наконец, последнее. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновями его, то есть Моисея, и женою его, Моисея, к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. То есть, Моисей уже пришел к Синаю, это недалеко от тех мест, где он раньше жил, до того, как вернулся в Египет, выводить народ. И вот им к нему, естественно, тесть привел его жену и детей, этот Иофор. Но самое интересное не в этом, а в том дальше, что этот Иофор Моисею советует. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтен. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера? Ну, то есть Иофор, вероятно, по-еврейски не понимает, но видит вот, что происходит, и не понимает, что это за такое действие перед ним. «И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда и у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его». Ну, вроде хорошо, замечательно судить по уставам Божьим. У нас, когда возникает какая-то трудность или тяжба, наверное, каждый из нас хотел бы, чтобы по уставам Божьим судили. Ну, вот что говорит Иофор. «Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Ну, это можно понять. Вот он один, Моисей, а их десятки, если не сотни тысяч людей. По Библии сотни тысяч этих людей. Ну, как он один может их судить? Он, конечно, измучится, как священник в церкви, который тысячи людей исповедует, причащает и так далее. Один, если измучится. «Итак, послушай слово моих», – говорит Иофор. «Я дам тебе совет, и будет Бог с тобой. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его, научая их уставам и законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Усмотри из всего народу людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестья своего, и сделал все, что он говорил. Смотрите, слова разумны. Что сказать против этих слов? Все он правильно говорит. Но с этого момента возникают вот эти начальнички, десяти начальнички, сто начальнички, тысячи начальнички, и мы имеем столь любимую нами иерархию, которая, как мы с нами знаем сами, по собственному жизненному опыту, очень быстро превращается в бюрократию, что и в Израиле произошло, что и везде происходило. Вот он. Вроде безумное действие Моисея, судить самому все от Бога, потому что у него канал связи с Богом. И вот вроде разумный совет Иофор, ну поставь начальника, не прерывай свои связи с Богом, ну ты как бы законодателем Бога, будь, а конкретное решение дел, ну поручи его начальничка. Бог это сказал Моисею? Нет. Это сказал его разумный тесть. И вот на этом примере мы с вами видим разницу между безумным действием человека по Богу и разумным действием по человеческому разумению. Оно разумное. Вот мы видим плоды этого разумного действия. И оно безумное действие, выводить народ из Египта, ввести его пустыню в землю обетованную. И мы видим плоды этого безумного действия. Это мы с вами, каждый еврей, есть плод вот этого действия. Вот так. О разуме человеческом и о безумии божественном. Все, на этом сегодня закончим. Пожалуйста, одну песню. Одну песню.